Субтитры делал DimaTorzok И сегодня у нас серия Universe Sandbox 2 Я заметил, что прошлая серия про пульсары-убийцы на нашем канале вам очень зашла В принципе, она набрала хорошее количество просмотров, лайков, комментариев Поэтому я решил снять сегодня еще одну для вас очень интересную серию Ну а перед началом, друзья, советую обязательно подписаться на канал Поставить пальчик вверх и нажать колокольчик, дамы не пропускать наши новые видео Друзья, сегодня у меня такой эксперимент Короче говоря, мы проверим реалии, что нам говорят ученые вообще Мы проверим то, что будет с нашей Землей, если три самых, наверное, ну, по крайней мере, на мой взгляд Три самых опасных астероида упадут на нашу Землю Ну, конечно же, мы их будем запускать по одному, а не сразу все три Потому что, я думаю, наша Земля не выдержит такого огромного удара И она просто разломится на куски и разлетится в открытый космос Ну что же, друзья, давайте приблизимся к нашей Земле Скорость, я думаю, нужно сейчас замедлить Наверное, даже примерно вот так вот Секунда, 8 секунд в секунду Так, давайте попробуем первый астероид Астероид под названием Апофис Я думаю, многие с ним вообще знакомы Этот астероид был открыт в 2004 году И в 2013 Апофис прошел где-то приблизительно в январе От Земли на расстоянии 14 миллионов километров Ну, ты сейчас думаешь Ну, слушай, это, в принципе, такое безопасное расстояние Потому что от Земли до Луны 400 тысяч километров Чего нам эти 14 миллионов километров Ну, а представь, что Апофис проходит где-то в районе тысяч километров Да, там, не знаю, двух, тысяч, трех И каким-то чудным образом этот астероид-убийца Притягивается Землей на его поверхность Ну что ж, давай остановим, поставим на паузу И мы сейчас с вами, ребятки, добавим этот объект Случайный астероид Кстати, Апофис уже здесь есть Вот он Так, Апофис Радиус 162 метра Я не знаю, почему здесь 162 метра Вообще диаметр его около 300 метров Это, ну, чтобы ты имел в представлении Это где-то около двух эйфелевых башни То есть, если взять Апофис, да, в диаметре Это две эйфелевые башни Или один самый большой там торговый центр в Нью-Йорке, в США Вес, кстати, я тебе скажу так Порядка около 27 миллионов тонн Это примерно, приблизительно По подсчету 450 товарных поездов Или, ну, там, не знаю, 450 вагонов Брать из расчета, что один вагон Или состав поезд Весит около 60 тонн Это около 450 тысяч вагонов Ну что ж, давайте попробуем Сначала запустить этот Апофис На нашу землю И посмотрим, что и как будут Какие вообще разрушения могут быть Я не знаю Так, ну что ж У нас пока что вроде бы все на паузе Так, а я его запустил? Наверное, вот, да, вот так вот я его запустил И сейчас мы приближаемся А, я два Апофиса запустил Да, первый Апофис надо, наверное Сейчас нам удалить Так, вот он наш Апофис Мы его сейчас удалим Он нам не нужен И будем смотреть за вот этим астероидом Апофис Посмотри, какой он прекрасный, да Как говорится, в красоте Есть своя Сила страха Не знаю, как это правильно сказать И давайте, наверное, немножко Сейчас мы его подредактируем Увеличим его и добавим По мнению, как по мнению ученых Там 300 метров, да Увеличим его В радиусе Вот так вот Ну, 304 Давай, давай 300 Ну, 301 метр Хорошо, ладно При столкновении, друзья Я скажу так Наверное, надо замедлить скорость И можно нажать уже воспроизведение Так При столкновении вообще, друзья Сила удара составит около 1717 мегатонн Это, то есть Если вы знаете такую известную атомную бомбу Советскую Царь-бомбу Это где-то примерно 29 атомных бомб Царь-бомб Ну что ж Давай ускорим И посмотрим Что у нас будет Кстати, у нас, как всегда Страдает Африка, да Не везет африканцам Львы и обезьянки Попрятались По кустам По пальмам Не знаю Будет обидно Если упадет в Тихий океан Ну, конечно Если такой астероид Упадет в Тихий океан То Я тебе скажу так Что наводнения Будут просто Катастрофическими По крайней мере Если такой астероид Упадет на сушу То в радиусе 10 километров От места падения Землетрясение Составит Приблизительно Около 6,5 Баллов То есть Представь сам Эти Разрушения Которые могут быть Нет Ну, блин Мне не нравится Да Апофис падает По-моему Или он вообще просто Пролетает мимо Да ладно Он просто будет Кружиться по орбите Нет Ну, так дело не пойдет Поэтому сейчас Я его удалю Так Возвращаемся К нашей земле И запускаем Обратно Его В Африку А, кстати Я не задал Вообще Я поставил на орбиту Надо было поставить На запуск Вот это вот Да Вот это вот Мой косяк Так Скорость Ну, в принципе Да Средняя скорость Апофиса 5,59 Поэтому Поехали Посмотрим Апофис Пошел Наш Апофис Полетел Уже На землю И посмотрим Разрушения Ну, хотя бы Приблизительно Мы сможем С вами Представить Что Будет Твориться Давайте Посмотрим Вот на таком Расстоянии Я думаю Ну, а где Ударная волна Где А, ага Вот Так, фрагменты У нас Это фрагменты Астероида Это фрагменты Астероида Я думал Фрагменты Земли Ну, в принципе Разрушения Будут Вообще Что здесь Допустим Находилась бы Москва Да, то Как бы Москва была Полностью Стерта бы С лица земли И Множество Остальных Городов Областей Они бы Тоже Как бы Были Уничтожены Ну, в принципе Апофис нам Ничего Особого Не дал 29 Атомных Бомб Ну Не знаю Место Удара Так Где у нас Место Блин По-моему С температурой На поверхности Все в порядке Я не знаю Ну, конечно Если промотав Время Возможно Мы увидим Что Произойдет На месте Удара Вообще Что образуется После Течения Некоторого Времени Возможно Огромный Кратер А возможно Образуется Не знаю Какое-нибудь Озеро Там Либо Да Ну Здесь Образовалась Вообще Пустыня Я тебе Скажу И не Более Того Так Ну Что ж Ладно Давайте Тогда Я думаю Апофис Апофис Не такой Уж И страшный Как Может Показаться Так Ну Давайте Тогда Запустим Новую Симуляцию Опять Приближаемся К нашей Земле И у Нас На Очереди На Очереди Второй Астероид Опять Короче Говоря Друзья Сегодня Мы будем Бомбить Африку Кто-то Мне там Пишет В комментариях Постоянно Что Братан Это Южная Америка Посмотри Внимательнее Видишь Вот этот Сапожок Это Италия То есть Это Африка Блин Так Астероид Названием 2010 А У 118 Диаметр Его Около Одного Километра 900 метров Так Давайте Сейчас Мы замедлим Время Немножко Приблизимся Поставим Вообще На паузу Так Случайный Астероид Запуск Давайте Выберем Тот же Самый Хотя Подожди У нас Тут Возможно Что-то Есть Больше Наверное 13 4 60 Комета Шумейкеров Леви Апофис Наверное Да Та же Средняя Скорость 5.6 Км В секунду И сейчас Короче говоря Мы Его Немножко Подредактируем Так Радиус У нас 1.9 Км Так Км Где у нас Км Вот так Вот 0.62 Давайте Прибавим 2 крата 10 крата Нет Это уже Много Давайте Поменьше Давай Вот так Вот Отлично 1.90 Прям ровненько Смотри Конечно Это у нас Не апофис Будет Я не буду Переименовывать Вес Порядка Вот этого Астероида Составляет Около 9.7 9.7 Миллиардов Том Сила Вообще Будет Эквивалента Где-то Около 16.000 Мегатон Ну Я тебе Советую Сейчас Взять Калькулятор И рассчитать Ну Это Около 266 Миллионов Я имею Ввиду Это Вес Да Вес Составит Где-то Около 266 Миллионов Вагонов Товарных Поездов То есть Это Колоссально Ну А сила 16.000 Мегатонн Это Я даже Не буду Сейчас Вычислять Скажу Так Что Чиксулуп Который Считается Убийцем Динозавров Он Был В диаметре Около 10 Километров Ну Что ж Наш 2010 Полетел В Африку Как обычно И посмотрим На его Разрушение Давайте Возьмем Поверхность Земли Посмотрим Сейчас будем смотреть На температуру Вообще Что у нас Изменится Возможно Поменяется Климат И посмотрим На место Удара То есть Апофис Наш Ого Ты посмотри То есть Если 2010 Упадет Где-нибудь В Африке Да То Вот Эта Вот Волна Ядерная Волна Она Прокатится По всей Европе И возможно Дойдет Даже До России Это Катастрофа Мирового Масштаба Я бы даже Назвал Но С температурой По крайней мере На земле Ничего Не произошло Но Последствия Будут такими Что Огромные Цунами Поднимутся От Африки Пройдут По Тихому Океану У нас И Дойдут Это 100% Дойдут До берегов Бразилии Аргентина Не знаю Возможно Даже До Кубы Мексики Но Звуковая Волна Точно Обогнет Всю землю Ну Если ты видел Вот это Вот Да Вот Всплеск Я Беру Рассчитываю Силу Из этой Силы Удара Звуковая Волна Обогнет Всю землю Раза 3-4 Точно Поэтому Как бы 2010 Можно Считать Убийцей Да Реально Убийцей И Огненная Волна Которая Ударная Волна Прошлась По Европе Не знаю Достигла Россия Африка Точно Будет Уничтожена Стерта С лица Земли То Половина Да Как бы Ну Вся Европа Будет уничтожена Это 100% Миллионы Погибших В России Вот Я не знаю Почему Здесь не прорисовываются Какие-нибудь Кратеры Или еще Что-либо Вообще По идее Вот этот материк Должен Стерт Быть С лица Земли И там Образоваться Какая-нибудь Либо Большой Кратер Либо Заполниться Жидкой Водой Все это Как бы Вот Ну 2010 Я в принципе Думаю Занимает Хорошее Хорошее Лидерство В нашей Серии И давайте Попробуем Друзья Астероид О котором Сейчас Очень Все многие Наверное Говорят Не считая Наверное Самого Такого Момента Самые Обсуждаемые Темы На сегодняшний Момент Это Коронавирус Пандемия Но Тоже Довольно-таки Обсуждаемая Тема Это Астероид 1998 ОР2 Который 29 апреля В этом году Должен Приблизиться К нашей Земле Вот Я скажу Так Что Порядка Этот Астероид Составляет Около 4 Километров То есть Это Я бы Даже Сказал Половина Того Что Уничтожило Динозавров В свое Время Половина Диаметра Астероида Чиксулуп Да Я скажу Так Что В радиусе Да в каком там Блин радиусе Мне кажется Должно погибнуть Все живое Что только Может быть Так Ну Я не знаю Наверное На Африку Нет уже смысла Запускать Пускай Африканцы Спокойно Отдыхают Будем запускать Этот астероид На Северную Америку Нет Друзья Это не значит Что я не люблю Американцев Я ко всем нациям Отношусь Очень хорошо Поэтому Давайте Добавляем Этот Астероид 1998 Просто Представим На минуту Что Он Падает На землю И посмотрим Вообще Что будет Землей И представим Разрушение Так Начинаем Наш запуск По моему Так Скорость запуска Нам нужна В принципе 3.93 Пускай Такое будет Остается Почти равна 5.6 Км в секунду Я не знаю Если там На скорость света Выставить Это капец будет Давайте Вот так Выставляем Его И увеличиваем В диаметре Так Диаметр Давайте Радиус Радиус 4 Км Давайте Еще В 2 раза На 0 Нет Стоит Уменьшение У нас Сейчас Я подрихтую Сам Так 4 уже Это перебор По моему 4 4 4 4 Стоп Вот так Ну приблизительно Пускай будет так Вот такой Огромный Кусок Камня Я не знаю Блин Что там Его состав Не знаю Хотя Можно в принципе Посмотреть Ну по Апофису Вода Здесь нет Да Нет воды Здесь Огромный Кусок Железа И силиката Так Ну и Посмотри Заостренное Такое место Да И давайте Посмотрим Что вообще Будет С нашей Землей Если такой Огромный Кусок Камня Упадет На нашу Землю Я скажу Так Что Сила Удара Составит 24000 Мегатонн Это Приблизительно 1440 Атомных Бомб Царь Бомба В одно Место Так Ну что ж Поехали Наверное Можно Наверное Уже Начинать Довольно Таки Такой Огромный Кусок Камня Который В принципе Если бы Ты бы стоял На поверхности Земли И наблюдал Его Ты бы Невооруженным Глазом Наверное Даже его Заметил На дневном Небе Ну что ж Приближается Наверное Апокалипсис Не наверное А приближается Апокалипсис Хотя Если так Посмотреть Со стороны Он не таким Уж И большим Кажется Ого Вот это Удар Ты посмотри Четыре Четыре Ядерных Волны Обогнули Нашу Обогнули бы Нашу Землю Хотя Подожди Стой Нет Наверное Не так Я думаю Вот эта Симуляция Почему-то Не подходит Давай Мы приблизительно Возьмем Какой-нибудь Спутник Потому что Мне кажется Вообще Если такой Кусок Упал бы Кусок Камня На нашу Землю То Катастрофические Были бы Изменения На Земле Поэтому Мы сейчас Найдем Какой-нибудь Я не знаю Спутник Радиусом Четыре Тысячи километров Нет Ну Меркурий 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 Маловат Я скажу тебе Марс Юпитер Нет Проксима Б Стой Давай посмотрим Вот Луна У нас в диаметре 1738 километров Это Мало Мало Вот Конечно Да Симуляция Здесь Немножко Не то Я-то Думал Что Сейчас Будет Катастрофа Но Не тут Было Ну В принципе Наверное Можно Брать Луну И Немножко Сейчас Мы ее Увеличим В диаметре Представим Что Это Тот Ой-ой-ой Стой Тот Самый Астероид 1998 Если он Такой В диаметре Реально Огромный Это Я сейчас Представляю Это просто Это просто Жесть Так Добавляем На запуск Луна Так Это Наш Астероид Будет На сегодняшний День И Сейчас Мы Короче говоря Увеличим Его В диаметре Радиус В два раза Вот Так У нас Нет Стой Стой Поменьше Тысяча Тысяча девятьсот Километров Да Вот так Вот Прекрасно Ну что ж Можно Наверное Запускать И вот Теперь Можно Представить Что Какой Насколько Огромный Астероид Пройдет От нашей Земли Буквально Там В десяти Если я не ошибаюсь Миллионов Километров Ты представляешь Насколько Он Огромен Стой Если я брал Астероид Почему он не был Таким огромным Странно Да Вот все таки Симуляция О Да Ребят Это будет Это будет Катастрофа Я не знаю Давайте посмотрим На поверхность По моему Даже фрагменты Земли У нас полетели Так Максимальная Температура Ого Нифига себе Слушай В месте Удара Эта Температура Будет Около Пятидесяти тысяч Градусов По Цельсию Ну все Я не знаю Это Вот это Катастрофа Это просто Капец Вся поверхность Уже разогрета Практически Там до Тысячи Градусов Да Ну в месте Удара Да там Пятьдесят Тысяч Градусов Так А что у нас Стало Что у нас Стало С этим Самым С диаметром Блин да С диаметром С радиусом Шесть тысяч Ого Нифига себе Много Фрагментов Земли Короче Просто выкинуло В открытый космос И Земля Уменьшилась Но здесь Ничего Живого Не должно Остаться А изменилось Что нибудь У нас По скорости Земли По движению Скорость 31 километр В секунду По моему Увеличилось Километров Так На 20 Так Вон период Вращения У нас 1.01 Приблизительно Ну да У нас Кстати Немножко Раскрутило Побыстрее Земли Поэтому Где-то Сутки На Земле У нас Составляют Примерно 25 Наверное Часов Я думаю Интересно Почему Не испарилась Вся вода Вообще По идее Вся вода Атмосфера Вообще Атмосферу Должно Сразу Снести Атмосфера Не должна Быть И вся вода Должна В момент Испариться Ну Давай Посмотрим Когда Наша Земля Остынет Вообще Если Конечно Она Остынет Да По моему Поверхность Потихоньку Постепенно Остывает До нормальной Температуры По моему Да Смотри Фрагменты Земли У нас Тут летают Возможно Они скоро Даже будут Падать На Нашу Землю Так Ну и Что у нас Там А Ну все Великое Оледенение У нас Наступает Понятно Все Понятно Европа Да Ну короче Говоря Я не знаю Почему здесь Осталась Вода Воды Не должно По идее Быть Моментально И возможно Я думаю Даже что От такого Удара Планета Земля Должна Расколоться На две части Ну это Опять же Мое предположение Не знаю Ну что ж Друзья Ждем 29 апреля И я думаю Что Надеюсь Что Нас Эта катастрофа Обойдет Стороной И мы не увидим Всего то Что сегодня Было в нашей Симуляции Друзья Ставьте лайк Подписывайтесь На канал Ставьте колокольчик Пишите в комментариях Друзья Всем пока До новых встреч Пока Продолжение следует...